Привет, друзья! С вами вновь Роман, эксперт по электротранспорту. И это видеообзор, как выбрать трехколесный CityCoco. Проведу тест-драйв, расскажу о их параметрах и технических характеристиках. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за предоставленный на обзор электротранспорт. Подписывайтесь на инстаграм и ютуб-канал, здесь всегда много интересного. Первым рассмотрим электроскутер White Siberia Pro. Итак, трехколесный CityCoco White Siberia Pro. Поехали! Электроскутер выполнен из прочного металла. Собственный вес – 70 кг, а максимально допустимая нагрузка – до 220 кг включительно. В нашем обзоре принимает участие модель в черном исполнении, хотя крылья, как я понимаю, можно установить и другого цвета, так как это стандарт твердого и гибкого пластика, используемого практически во всех моделях CityCoco. Этот трехколесник имеет ряд от существенных отличий от своих предшественников. Многим покупателям интересно наличие багажных отсеков, и здесь это уже есть изначально. Помимо бардачка для документов и зарядного устройства, здесь имеется вместительный кофр. Обратите внимание, это не навесная конструкция, здесь установлена металлическая платформа с дополнительными ребрами жесткости, и уже к ней прикручивается багажник. Помимо кофра, есть и металлический багажник, который крепится сверху над электродвигателем. На таком CityCoco можно спокойно ездить за продуктами в крупные магазины. Мощность бесщеточного электродвигателя составляет 2000 Вт, с червячным редуктором на заднюю ось. Данной мощности вполне хватает для поездок не только по асфальту или плитке, но и в условиях умеренного бездорожья. Также необходимо отметить и наличие отсеков под съемные аккумуляторы, ведь у трехколесных электроскутеров ранних версий был всего один несъемный аккумулятор, и зарядить электротранспорт можно было только при условии прямого доступа к розетке. CityCoco White Siberia Pro изначально имеет одну быстросъемную батарею на 20 Ач с ключевым доступом. На одном заряде дальность поездки доходит до 50 км. Отсеком для второго аккумулятора является дека электроскутера, где расположен металлический ящик с выведенным силовым кабелем, и также имеет доступ с ключа. К сожалению, вторая батарея не предусмотрена в штатной комплектации, но ее легко докупить отдельно, тем самым вы увеличите запас хода до 100 км на одной зарядке. Огромным плюсом данного транспортного средства является его экологическая чистота. Он не пахнет горюче-смазочными материалами, не имеет выхлопа и кататься на нем можно хоть в деловом костюме, без угрозы испачкаться или провонять бензином. Также CityCoco абсолютно бесшумный, и владелец не будет репать нервы своим соседям, даже если начнет кататься у них под окнами среди ночи. Помимо изменений с дополнительными креплениями в виде багажных отсеков и съемных аккумуляторов, модель White Siberia Pro отличается более узкой задней колесной базой и высокой маневренностью. Раньше на рынок выходили электроскутеры с широкими колесами на задней оси, и разворот на такой махине был крайне неудобен. На новом электроскутере можно развернуться практически на месте. Габариты электроскутера и размеры задних и передних колес вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Здесь установлен новый большой дисплей, который отображает все необходимые показатели в режиме реального времени. Спидометр, индикатор заряда батареи и напряжение, общий пробег, используемый скоростной режим и включение световых приборов. Говоря о максимальной скорости, стоит обратить внимание на то, что в моем случае показатели бортового компьютера нужно было откалибровать перед выездом на тест-драйв, чего я, к сожалению, не сделал. Однако максимальную скорость я зафиксировал по GPS. С моим весом в 96 кг она достигает 33 км в час. Могу смело предположить, что с более легким райдером электроскутер сможет развивать скорость до 35 км в час по ровной дороге. Что касается управления, здесь все очень просто. С правой стороны руля находится ручка акселератора. При помощи нее райдер стартует с места и регулирует уровень скорости. Всего скоростных режимов три, которые переключаются верхней красной клавишей. Нижняя клавиша отвечает за переключение движения вперед или включение заднего хода. С левой стороны руля верхний тумбер отвечает за включение и выключение света. Центральный желтый за включение поворотников. А нижняя зеленая кнопка является классическим звуковым сигналом. Включение питания производится бесключевым способом при помощи кнопки пуск или с брелка сигнализации. Логично, что если поставить электроскутер на сигнализацию, запустить его с кнопки уже не получится. Электроскутер будет верещать и возмущаться, а колеса при попытке движения будут заблокированы. В итоге покупатель получает полноценное транспортное средство с возможностью выезжать на дороге общего пользования, так как здесь предусмотрено все для таких поездок, вплоть до боковых зеркал. Электроскутер попадает в категорию мопед и не требует постановки на учет. Все, что вам понадобится, это любая открытая категория водительских прав, начиная с категории М, которую в России можно получить с 16 лет. За безопасность самого водителя отвечает гидравлическая система дисковых тормозов на переднем и задних колесах. Также при легком нажатии на рычаги тормозов блокируется подача питания на электродвигатель. Рядом с левой рукояткой присутствует и так называемый ручник. Что касается комфорта поездки, здесь полный порядок. Электроскутер имеет пружинную амортизацию. Спереди мотоциклетная вилка, сзади система маятникового типа. В большинстве случаев данный вид электротранспорта используется не только для веселых прогулок за городом, но и для транспортировки малогабаритных грузов. Это экономичное транспортное средство и отличный помощник в хозяйстве. Сейчас на экране вы видите таблицу технических характеристик и цену электроскутера на момент видеосъемки. Если хотите узнать актуальную цену на момент просмотра обзора, ссылку для вас мы оставили в описании к этому ролику. А теперь вторая новинка среди трехколесных электроскутеров CityCoco с тремя съемными аккумуляторами. Честно говоря, такого я еще не встречал. Ну, один или два съемных АКБ, но чтобы три. Но подключить одновременно вы сможете только два аккумулятора. Это обусловлено наличием всего двух силовых кабелей. Один находится в деке, а второй под сидением, который переключается на батарею, установленную в бардачке. Здесь уже предусмотрено целых два отверстия для установки гнезд подключения или прокладки кабеля. В изначальной комплектации идет один аккумулятор на 20 АЧ. Дальность поездки при этом составляет порядка 50 километров на одном заряде и будет зависеть от испытываемых электроскутером нагрузок, то есть от веса райдера, используемого скоростного режима и угла наклона дорожного полотна. Если докупить еще две батареи, то запас хода можно увеличить аж до 150 километров. С левой стороны руля находятся клавиши включения фары и габаритов, переключатель поворотников и кнопка звукового сигнала. Сверху установлен так называемый ручник. С правой стороны руля расположены два тумблера. Верхний отвечает за переключение скоростных режимов с первого по третий, а нижний позволяет переключаться между режимом поездки вперед или назад. В движение электроскутер приводится с помощью поворота ручки акселератора, как на бензиновых собратьях. Включить электроскутер можно кнопкой старт по центру рулевой колонки, перед этим сняв его с сигнализации. Если попытаться укатить трехколесник с включенной сигнализацией, CityCoco включит звуковое оповещение и заблокирует задние колеса. Модель оборудована дисковой гидравлической системой тормозов на все три колеса. Левый рычаг отвечает за торможение задними колесами, правый логично за остановку переднего. Пружинная амортизация отлично сглаживает все неровности на дороге. Комфорт поездки действительно очень приличный. Колеса на литых дисках с широкими покрышками шоссейного типа. Клиренс в 20 сантиметров позволяет ездить даже в условиях бездорожья. Размеры электроскутера вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Благодаря мощности двигателя на 2000 ватт, максимальная скорость с моим весом в 96 кг составляет порядка 40 км в час по ровной дороге. Разница с показателями GPS у бортового компьютера около 10 км. Эксплуатация трехколесного сети Кока возможна как в условиях города, ввиду съемных аккумуляторов, которые можно заряжать в квартире, так и в частном секторе. Чистота, экономичность и минимальные затраты на расходные материалы очевидны. Здесь просто нечему ломаться. Пожалуй, на сегодняшний день данный электроскутер один из лучших на российском рынке ввиду цены, качества и технических характеристик. Что ж, его технические характеристики и возможности действительно впечатляют. Таблицу параметров и цену на момент видеосъемки вы видите на экране. Актуальную стоимость на момент просмотра ролика вы можете найти, пройдя по ссылке под этим видео. Напишите в комментариях, какой электроскутер вам понравился больше. Дорогие друзья, прежде чем вы начнете наслаждаться тест-драйвом, у меня для вас важная информация. На рынке существует магазин гироскутер-шоп, который не имеет никакой отношения к данным видео обзорам. Вся техника на обзоры предоставлена магазином гироскутер-шоп.ру без тире. Обратите на это внимание при покупке. С вами был Роман, эксперта-испытатель электротранспорта. Поехали на тест-драйв. Ну вот так вот ребята ручками собирают трехколесный сети Кока. Сейчас вот на нем и поеду как раз устраивать тест-драйв. Руководитель магазина обещает то, что можно сделать бесплатную сборку специально для покупателей. Вот эти вот кофр и багажник, их придется наверно откручивать, потому что по колесам он еще войдет в минивэн. Насчет кофра и багажника вот не уверен. Наверное их придется все-таки отстегивать, снимать, откручивать и уже делать доставку. Так ребята, ну и сейчас покажу как он приходит. Электроскутер сети Кока трехколесный. Это у от Сибири, да? Да, от Сибири. Вот, ну мы конечно же немножко раздербанили коробочку, то есть посмотрели что там за детали и так далее. Сейчас покажем. Давай, давай, Вас, фигню. Как видите, здесь не выпирают три колеса, там все внутри укомплектовано. То, что мы порезали. Колеса лежат где-то на уровне центра сети Кока. Там у нас получается, да, задний мост. Здесь передняя колеса. Вон оно. Здесь также, учтите, у вас лежит багажник, такой вот тот как раз металлический. В нем лежат допники, то есть для крылья в креплении и так далее. Приходится это в металлической обрешетке, довольно крепкой. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...